Всем гонфлад, пацаны! Сегодня у нас будет душераздирающая мелодия в его стиле и будем использовать только стандартные плагины из FL-ки. Почему-то некоторое количество комментаторов очень хочет заставить меня писать на фулл стоке, окей, пожалуйста, если вы так хотите, то мы это сделаем. С вами Стас Гарф Прот и давайте начнем. В первую очередь поставим темп 149 ударов в минуту, опять идем на понижение и добавим плагин Flex, он же стандартный в конце концов. И пока он открывается, я не успеваю надеть наушники, потому что он открывается очень быстро. Воспользуемся библиотекой, которая называется вот так вот, All Bay, неважно как она называется, она называется вот так, она бесплатная для скачивания, иначе бы ее у меня не было. И нам нужен вот этот звук, звучит он таким образом. Вот он уже сам по себе душераздирающий и нам остается только правильным воспользоваться. Для этого мы идем в Piano Roll, чтобы включить такую же подсветку подсказок, то вот тут сюда идем, Scale Highlighting, Faddy Yes у меня выбран и Natural Minor. И наш главный аккорд вот такой. И мы сейчас напишем целую мелодию из этого аккорда, то есть по сути она будет из трех нот, но не совсем. Давайте перейдем к ней. В первую очередь мы удаляем нафиг вот эту нотку и добавляем Faddy Yes. Разница между нижней Faddy Yes и верхней Faddy Yes будет две октавы. И вот для малая терция по отношению к нижней Faddy Yes перебросим ее тоже на октаву вверх и получим вот такой вот прекрасный звук. Следующая нотка это до диез. И она тоже будет играться октавой. И следующая нотка у нас будет играться вот так. Четвертая нота, конечно, будет ля. Вот уже неплохо. Еще мы можем добавить маленькую ритмическую штучку вот здесь вот. Мне нравится, как это звучит, потому что у нас вот здесь доди есть. И по сути получается, что мы строим аккорд на три октавы, но просто подвигаем ее немножко. Подвигаем, классное слово. Двигаем ее на полбита вправо и получаем вот эту ритмическую штучку. То есть эта фигня добавит в мелодию капельку ритма. И по сути для второй части у нас будет то же самое, кроме одного. Мы уберем вот это. Уберем вот это на два полутона вниз на ближайшую ноту, которая входит в наш лад. То есть с Faddy Yes мы переместим ее на ми. Это уже две вещи. Но еще мы сделаем другую вещь. Вот эту нотку переместим на ре. Для третьего акта мы сделаем то же самое. Также уберем здесь ля и эту нотку сместим еще на два полутона вниз на ноту ре. То есть мы добавляем движение в нашу мелодию. И соответственно для третьего акта мы сделаем тоже практически то же самое. Для четвертого я хотел сказать. Только здесь мы уберем вот это и добавим просто Faddy Yes. То есть у нас будет вот такая маленькая всего лишь одна октавка. И здесь вот так. Вот и вся мелодия. Давайте в новом паттерне я более подробно объясню, что я проделал. Вот наш аккорд. Почему я перебросил его вверх? Я ориентировался на трек «Гонфлада проснулся в темноте». И там использован похожий прием. Там первый интервал звучит таким образом. Ну там не Faddy Yes, там Ré. Он звучит вот так. А мы используем вот такой интервал. То есть фа нижняя, фа верхняя через две октавы, чтобы вот эта большая разница была. И добавляем то, что было терцией к нижней фа и отправляем это вверх на октаву. То есть получается мы добавляем терцию малую, перебрасываем ее на октаву вверх, чтобы добавить третью нотку в интервал, чтобы звучало чуть поинтереснее. Кстати, если вы хотите, чтобы я все-таки разобрал этот трек, то есть не сделал вот это просто короткое видео про мелодию, а именно вольная вариация «Гонфлад проснулся в темноте», то напишите об этом в комментариях. А как только это видео соберет 2000 лайков, то как обычно вот это все, что я буду писать сегодня, окажется в моем паблике ВКонтакте, ссылка на который будет в описании. И я уверен, что вам понравится мелодия, которая получится в итоге, потому что она реально душераздирающая и она 100% у вас откроется, потому что это все стандартное. Вернемся к аккордам, к аккордам. Изначально вот это самое простое трезвучие, оно в нашем случае минорное, и поэтому у нас есть сама нотка, и к ней малая терция, это ля в нашем случае. Получается до диез мы удаляем, мы могли сделать просто вот так, но я еще хочу вот эту терцию перенести на октаву вверх, чтобы получить такой более остренький такой аккордик, потому что дальше у нас будет все только из двух ноток в начале такта, но здесь, поскольку это первый такт, хочется как-то что-то такое завернуть. Это делать совершенно не обязательно, но мне захотелось, чтобы звучало так, потому что мне понравилось, как оно звучит. Далее. Мы использовали две нотки из нашего аккорда. Это нотка фа диез и нотка ля. В аккорде остается еще одна нота, это до диез. Поэтому следующая наша нотка в мелодии на второй бит будет идти октава до диез. То есть мы могли бы сделать, например, вот так. Но это звучит не так интересно. Или вот так. То есть нету ощущения движения мелодии, и поэтому мы используем ту нотку, которую мы в первом звуке не использовали. И в третьей нотке в нашей мелодии мы можем вернуться к одной из этих двух, потому что мы уже использовали до диез. То есть через одну их можно использовать. Давайте сделаем вот такой аккорд. Уже неплохо звучит. По сути, можно было хоть вот так сделать. И в итоге получаем здесь мелодию, которая состоит только из ноток нашего аккорда. Следующий такт мы это дублируем, убираем ля, и вот фа диез перемещаем на два полутона вниз, чтобы создать движение, как я уже говорил. И таким образом... Мелодия уже приобретает другой окрас, только из двух тактов. То есть это не звучит как повторение одного и того же. Это звучит как что-то новое в этой мелодии. И вы, наверное, уже поняли, что это было. Это сра-то-е-с-феджо. Продолжим. Теперь следующим этапом мы добавим еще следующий инструмент. Это будет тоже стандартный звук из пакс. Инструмент с кейборд и клоус-гран. И, соответственно, нам еще понадобится один звук. Это гитара. Страт-поз-а. Типа стратокастер, типа электрогитара. Звучит это, конечно, все довольно печально. Но, в конце концов, у нас есть встроенные плагины, которыми мы все это дело будем обрабатывать. И поверьте мне, во встроенных плагинах я вообще не буду себя сдерживать. У нас будет тысячи, тысячи, тысячи плагинов. Нет, на самом деле. Но давайте все-таки перейдем к мелодии. Для удобства мы ее дублируем. Ctrl-C, Ctrl-V, ее в фортепиано. У нас будет несколько паттернов фортепиано. Для первого мы верхние звуки все поднимем на октаву вверх. Нижние звуки мы начнем продлевать, потому что так круче звучит. Как-то более плавно все это звучит, что ли, если говорить простым человеческим языком. То же самое мы можем сделать с верхними нотами. Например, вот эти. И сразу чувствуется, как стало с непродленными нотами. Теперь мы можем все это Alt-Ess-нуть. Окей, отлично. Теперь вернемся к нашей основной мелодии. Мне кажется, надо немножко ревер убавить и релиз. Буквально капельку. Так же продлить нотки. Продлевая нотки таким образом, мы эмулируем нажатие педали сустейна на фортепиано. Мы же все знатные пианисты. Постоянно жмем на сустейн. Вот ты сегодня сколько раз на сустейн нажимал? Только не ври. Сразу видно, нажимаешь на сустейн. Постоянно жмешь на сустейн. Только и делаешь, что на сустейн жмешь. То есть фортепиано в нашем случае звучит как звук, который заполняющий. Который будет нижним и к черту отпилим у него весь верх. Кстати, нам нужно его продублировать будет, но об этом чуть позже. Сюда мы повесим gross beat. Капельку gross beat, а сразу говорю. Пресет, моментарь и 1,2% только на 30, не больше. Чтобы звук стал более насыщенным параметриком, вот здесь переключаем на low cut, он же high pass. Потому что звук сам по себе крайне шумный. Очень красивый, но крайне шумный и снизу, и сверху. Сюда мы повесим уже более жесткий параметрик. Но к нему в дополнение мы повесим love filter с пресетом low pass 2. Здесь точно так же переключимся на high pass. Но отпилим побольше. Вот какой-то такой звук нам нужен. Видите, он уже такой, от него хочется рыдать. Наш самый главный и интересный звук это электрогитара. Но пока звучит не очень, согласен. Мы сделаем вот так. Теперь дублируем это сюда. Но теперь сделаем вот так. Для того, чтобы стало норм, нам нужно повесить на него хардкор. И мы воспользуемся вот этим пресетом. Звучит ужасно. Но, естественно, нам этого мало. Повесим еще wave shaper. Вот как-то так. После wave shaper мы повесим reverb. С каким-то пресетом large hole. Давайте large hole. Только убавим в это. И, конечно же, дилей. Переместим его повыше. Выберем здесь пинг-понг. Панораму вправо на максимум. Time сделаем. А давайте одна вторая с точкой. Здесь high pass. Сделаем вместо low pass. Вот так крутим. Вот так крутим. Вот так крутим. И level пониже. Так и надо. Окей. И в это отпилим наполовину. И теперь нам нужно повесить сюда параметрик. Потому что звучит это все, конечно, очень здорово. Но довольно мерзко. И, конечно же, повесим сюда еще stereo shaper. Вот так. Потому что в stereo все звучит круче. Мы повесим сейчас на нашу гитару gross beat. С тем же самым нашим любимым пресетом half time. И делаем на ручку громкости wet dry. Create automation clip. Правой кнопкой мышки. Вот так стало звучать. Конечно, так круче. Но если мы сделаем... Так будет еще круче. Отлично. Только еще убавим. Но это еще не все. Нам нужно к этой мелодии сделать развитие. Поэтому мы выделяем все. И делаем control B. То есть у нас будет гигантский просто паттерн. В котором будет много всего интересного. Собственно, для этого нам и нужен наш второй Studio Grand. На вторую половину вставляем то же самое, что мы играем на нем. И просто поднимаем это еще на октаву вверх. Чтобы звук был просто более ярким. Но поскольку у нас фортепиано будет более ярким. Все остальное мы должны сделать более блеклым. Ну, короче, сейчас я вам все покажу. Идем во флекс. Ну, нам нужно просто убрать часть мелодии какую-то. То, что осталось. Поднимем на октаву вверх. Ага, отлично. И теперь на этот самый флекс мы повесим лав-фильтр. Итак, вот мы повесим на него лав-фильтр перед параметриком. И он будет звучать примерно вот так. Послушаем все вместе. Это фортепиано звучит как-то уж больно громко. На него капельку ревера повесим и убавим. Нам нужно просто создать немного другое ощущение. То есть, получается, мы его делаем за счет вот этого фортепиано. И того, что мы отпиливаем вверх у нашего флекса. Для этого мы правой кнопкой мышки делаем Create Automation Clip на автоматизации флекса. То есть, на автоматизации его drive-эта. И в итоге мы получаем такой результат. Куда-то делась гитара. У нас уже это собрано на групповой канал. Ну, почему бы не повесить Maximus Master 8? К этому всему делу я набросал вот такой вот беточек. Это обычный кик. В качестве основного снаера у нас вот этот. В качестве второго дополнительного вот этот. Хай-хэт, хай-хэт, оупен-хэт, оупен-хэт. Партия для меня совершенно обычная. Это просто обычный биток, чтобы он чуть-чуть подыгрывал нашей мелодии. Поскольку мы накинули Maximus, это сатуратор в какой-то степени. У нас появился лишний низ, который нужно срочно отпилить. На мастере, естественно, как обычно, софт-клипер. Давайте послушаем все это теперь с беточком и с басцом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, давайте еще раз послушаем все, что мы сделали. Я вам быстренько расскажу, что мы проделали со всем этим. Сложные самые обработки были на нашей гитаре. Но это ничего сложного, потому что нам нужно было сделать злой звук гитары из сратенького стандартного, стандартной библы для Direct Wave'а. Hardcore, чтобы придать ему характер. Типа, это же электрогитара, она так или иначе должна идти через какие-то комбари, усилители, примочки, через вот эту всю лабуду. После этого мы повесили Wave Shaper, чтобы сделать ее еще чуть злее. После этого дилей и ревер, просто чтобы дать ей объемы, естественно. И параметриком ее причесали. Стерео Shaper, чтобы расширить, потому что это наш самый первый звук. И он, по сути, играет роль в какой-то степени крэша. И поэтому он у нас сильно расширенный, сильно очень разозленный. На нем куча реверов, куча дилеев, потому что если вы повесите все эти обработки на звук, который играет мелодию, то это будет полным отстоем. Из-за того, что вот этот дилей и ревер вам куча просто гигантские, куча мусора сложат посередине микса. И из-за этой кучи мусора вы будете ничего больше не будете слышать в этом миксе. А в начале это круто звучит. Ну и автоматизация гроссбита, по-моему, это прикольная фишка. Далее, у нас идет обработка флекса, она суперсложная, мы просто выбрали пресет, убавили релиз капельку, убавили немножко ревер, повесили на него гроссбит с 20% халфтайма. Лавфильтр, покрутили на нем автоматизацию, чтобы во второй части немножко притушить этот самый флекс. И параметриком причесали его чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз, ну, немножко мусора из него тоже вынесли. Фортепиано обработано просто мега сложно, лавфильтр и параметрик. То есть в этом видео очень простые обработки, их очень мало. И они все стандартные, и они все откроются у тебя в FL, когда ты скачаешь проект, когда я его выложу. И если конкретно тебе интересно, почему я использую так много плагинов, многие говорят, что я почему-то, мне не кажется, что я использую много плагинов. Но если тебе интересно, почему я использую их именно такое количество, то я сниму отдельное разговорное видео, в котором поясню свою позицию. И, возможно, именно ты потом, после этого видео, вступишь в ряды плагаюзеров. Вступай в ряды плагаюзеров, используй больше плагинов. В конце концов, если это видео понравилось, если оно было хотя бы капельку полезно, то нажми на лайк. И если оно было полностью бесполезно, вообще неинтересно, ты зря потратил время, то жми полностью заслуженный дизлайк под этим видео. И если хочешь заказать у меня обучающий видеокурс по битмейкингу, напиши мне, ссылка в описании, и обязательно вступи в мой паблик с битами. Я постараюсь два раза в неделю хотя бы выкладывать там биты. Все, с вами был Стас, подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. Если ты уже подписался, нажми на колокольчик, а если ты уже нажал, то отожми его и нажми его вновь. И тогда ты будешь получать абсолютно все уведомления о том, какие видео выходят на моем канале. Ну и, в общем-то, посмотри другие видео на канале, потому что ты 100% найдешь там что-то интересное, что-то полезное, а чаще всего и то, и другое. С вами был Стас Гарфпрод, пока, увидимся в следующем видео.